так так я вас приветствую дорогие друзья по событиям вас приятель так всем привет из нашего любимого города бельце вы знаете у нас в этом году 25 июля исполнится ровно 40 лет с момента как умер выдающийся человек творчество которого оставила неизгладимый след и в моем сердце в моей душе а также в сердцах и душах миллионов людей это владимир высоцкий номер 25 июля 1980 года буквально несколько дней назад ночью гуляя по бельцам значит я зашел в наш муниципальный парк в котором много лет назад я оплатил полностью строительство мемориала высоцкого и не просто мемориала не просто памятника место которое я мечтал со студенческих лет которая станет очень популярном городе где будут собираться молодежь мамы с колясками то быть по вечерам местные наши какие-то наши местные коллективы ребят которые просто играют хорошую музыку ли или те кто читает стихи и времени осталось до 25 июля не так много я пришел я увидел вещи которые меня очень сильно расстроили то есть то что рвут цветы на клумбах ломает урны детские площадки это одна проблема но скажите мне пожалуйста вот что что вот нужно было делать например с этими ступеньками значит здесь по идее строилась была построена сцена для этих музыкантов ведь и лавочки для мам на стенах стихии высоцкого да значит поэтому видите что-то потемнело что-то неправильно сделали там стены впитывают влагу за счет этого этот камень потемнел да очень некачественно выполнили выполнены были работы этим подрядчиком забыл их название этих звезд значит обещали один камень положили другой ну короче пока что есть проблема но главное другое что главное другое что я нашел команду специалистов я раньше к ним обращался по таким просьбам значит ввиду того что мы не можем тратить сейчас муниципальные деньги на на ремонт и на ремонт памятников значит все что было связано с реконструкциям театра василия александрии то что я делал значит это я делал за свой счет и и и тех ребят которые как бы добровольно помогали да поэтому хочу вас проинформировать что я сегодня же значит решил самого утра значит закупить все необходимые строительные материалы это новый гранит новый камень краску все для того чтобы сделать капитальный ремонт этого памятника да мне там что-то насчитали больше ста тысяч лей но высоцкий это является человеком имя которого должно жить вечно поэтому я решил сделать капитальный ремонт этого памятника я жду чем закончится окончательная история потому что из-за пандемии коронавируса в мире были приостановлены все международные проекты я хочу напомнить что мы выиграли вместе с баташанами грант миллион шестьсот тысяч евро то есть 800 тысяч евро уход баташан и 800 тысяч бельцы и здесь должен быть реализован проект друму луи аминецко начинается он прямо от памятника высоцкого и здесь я все отремонтирую за свои деньги потом 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 мы продолжим реализацию этого проекта но высоцкий 25 июля да это к сожалению дата смерти не дата рождения но должен выглядеть безупречно и хочу очень попросить и причем и гостей нашей северной страницы чтобы это как-то берегли потому что сегодня все то что связано и с именем этого человека и вообще все памятники которые есть стране за ними надо следить они делать с ними то что делают некоторые люди одни там рисуют другие закрашивают и так далее я надеюсь что все с пониманием и уважением отнесутся к тому что я сказал потому что да я могу отремонтировать этот памятник но нам с вами нужно ремонтировать всю страну вы знаете вот даже себе отметил вот из израильских яблок вы посмотрите как здорово говорил владимир селёнович высоцкий про про ситуацию которая есть у нас у нас стране прискакали гляжу пред очами не райское что-то не родящий пустырь и прошло и сплошной ничто беспредел и среди ничего возвышались литые ворота и огромный этап тысяч пять на коленях сидел понимаете я считаю что сегодня мы должны с вами думать о полной перезагрузке страны я высказался по поводу решения конституционного суда значит я высказывался неоднозначно о том как у нас сегодня управляется молдова касается и вопросов правительству и президенту страны этих жуликов и воров которые там больше кем является большая часть депутата сегодняшнего парламента и я думаю что если каждый из вас прочитает хотя бы три стихотворения высоцкого настроение для того чтобы добиться этих перемен у тех у которых она есть она улучшится а те у которых его не было а оно появится потому что если даже вот разные варианты куплета вот я сейчас вам зачитывал из райских яблок да значит прискакали гляжу при дочами не райское что-то не родящий пустырь и сплошной ничто беспредел и среди ничего возвышались литые ворота и измученный люд у ворот на ворота глядел вот также сегодня у нас измученный люд одни умирают от голоду в селах другие за ужасного качества предоставляемых услуг умирают даже в городах а просто кто-то продолжает заниматься сигарет кто-то спиртом кто-то сидит и думает как построить на бюджетные деньги свою пиар-компанию кто-то пытается украсть то что не успел плохотнюк с воронином другой сидит думает там как украсть еще больше чем все остальные вот поэтому я вам всем желаю хорошего дня я уверен как бы выглядит композиция владимира высоцкого муниципальном парке будут выглядеть совсем по-другому мы отремонтируем и композицию посвященном высоцком и вместе с вами отремонтируем всю страну с любого юзбельца ваши на туса ты пока ребят